Всем добра и здравия, дорогие друзья! С вами Катархонт и Настенька. Ну здоровайся, здоровайся. Она опять стесняется. Она еще не отшла от прошлых серий, от стеснения в них. Это шестая серия по счету, и продолжаем проходить на рут Алисы. Из-за деревьев показалось здание бани. И почему пионеры моются именно здесь? Хотя, кажется, Ольга Дмитриевна что-то говорила про иммун душевых. Ладно, что уж теперь. Ну а горячий свет его как бы ни на что не намекнул. Я быстренько вымылся, благо в бане нашлось и мыло, и чистые полотенца. Вышел на улицу и полной грудью вдохнул заметный посвежевший ночной воздух. Как же все-таки состояние чистоты физической способствует очищению духовному? Все проблемы, если не исчезли, то, по крайней мере, стали менее важными. Словно грязь тела водой из души смыла тревогу. Внезапно на меня напала сильная зевота, и я, вытирая, навернувшись на глаза слезы, медленно побрел по направлению к домику вожат. И чё? Чего? Я ожидал, что он там в бане кого-то... В прошлый раз славь была, я помню. Я тоже. Ну, не успею сделать и пару шагов, как... Что? Не успею сделать и пару шагов, как из кустов буквально в метре от меня выскочила Алиса. Ну, значит, Алиса его увидела. Ну, рассмотрела, одобрила, приняла. А ты... Ты что здесь делаешь? Мылся. Несколько предать себя, она продолжила. Ну и? Что? Не знаю, что! Зачем ты так говоришь, если не знаешь? Вся моя умиротворенность в миг куда-то исчезла. Осталось ли раздражение до усталости? Настроение испортило. Ладно, если ты не против... Подожди... Что еще? Если там на сцене ты подумал, что... Ну, я не хотела тебя как-то обидеть или что-то такое. Да все нормально, я не обиделся. Я просто не умею играть на гитаре и все. В этом нет ничего страшного, многие люди не умеют же. Я чувствовал, что в моем голосе слишком явно звучат нотки недовольства. Но остановиться никак не мог. Наоборот, хотелось выскочить и все прямо здесь и сейчас. Не умеешь, это точно. Алиса явно сдерживалась, чтобы не засмеяться. Ой, ладно, надоело. В этот раз она смогла меня по-настоящему достать. Еще немного, и я бы сорвался на крик. Или даже что похуже. Подожди! Отстань уже, а! Алиса шла за мной, но в этот раз не пыталась остановить. Но ведь я правда ничего такого не хотела. Словно какая-то неведомая сила заставила меня развернуться к ней. Хорошо, теперь я могу идти? Да, конечно. Какой дурак. Заметьте, это не мои слова. На секунду мне показалось, что все эти луны Алиса с виноватым выражением на лице выглядело очень красиво. Действительно, если бы ей заклеить рот. Да, в принципе. Вот что она опять, а? Он ей любуется, она. Все нормально. Да-да-да, читай. А что, так откровенно пялиться надо? Он же не на грудь, а на лицо смотрел, судя по словам. Ну и что? А я тебе не говорю, что он надо на грудь смотреть, чтобы пялиться. Я понимаю, если он там на грудь, что-то смотрел, он просто на лицо любуется, и все. Ну, может, она стесняется. Да, пойдемте. Ой, что ты не понимаешь? Давай, улыбься. Чего улыбишься? Хотя, да нет, просто подумай, что если бы ты была повежливее. То что? Такие фразы обычно не принято заканчивать. Каждое состояние додумать меру своих интеллектуальных возможностей. То ничего. Нет уж, раз начал, то договаривай. Да нечего тут договаривать, к тому же я устал. Спать пойду. Ну-ка, стой. Не вынуждай меня бегать от тебя. Все равно не убежишь. Возможно и так, ведь за сегодняшний день я слишком устал. А уж после бани никакого желания бегать не возникало и подавно. Ну так что? Что? Если бы я была повежливее, то что? Попробуй сама и узнаешь. Да с какой стати? Я ради такого дурака, как ты? Ну не пробуй тогда, не знаю. Я-то тут при чем? Я глубоко вздохнул и медленно поплесил в сторону площади. А ты бы тогда... Что? Бросил я ей, не оборачиваясь. Ну если бы я это, то ты бы... Не понимаю, о чем речь, но давай думать, что я бы, если тебе... Что я бы, если тебе так будет легче. Придурок! Да действительно. Вот сейчас я согласна с ней. Крикнула Алиса и быстро зажигала к бане. Площадь сверкала чистой той немецких дорог, которая при данных лет мыла с шампунем. Ну и славя... Ну и славя... А я только спорил с Алисой и всё. И зачем вообще спрашивается? Как будто была в этом какая-то необходимость. А почему здесь славя? Я не понял. Между моим мозг сломался. В другой ситуации я могу практически уверенно сказать, что нравлюсь ей. То есть сейчас он до этого не допёр, да? А за подобное хамство Алиса просто скрывает это. А! Ну смотри, он допёр, в принципе, спустя две серии. Совершенно не до этого. Не до отношений, не... Не до любви, не до чего. Может, она и не человек вовсе. Но если бы была человеком, и всё происходило в реальном мире, я решительно отогнал от себя эти мысли, направився к домику вожатой. Устала, взяла своё. Возле дверей меня словно остановило невидимое препятствие. Ольга Дмитриевна точно сейчас поинтересуется, где я был и почему пропустил дискотеку. Даже скорее устроить допрос с пристрастием. Впрочем, учитывая отсутствие на танцах ещё и Алисы, нетрудно будет догадаться, что прогуливали мы вместе. С другой стороны, следует ли вообще рассказывать, что вместе с дискотекой Алиса упражнялась в гитарной игре, а я в саморефлексиях. В принципе, ничего такого. Если уж я и прогулял, то не столь важно, по каким причинам. Так что, но в то же время мне казалось, что лучше промолчать. Ладно, решу по обстоятельствам. Я глубоко вздохнул и потянул ручку к двери. Внутри меня уже ждала Ольга Дмитриевна одетая. А почему она платье-то? Она могла переодеться уже. Да у меня комплексы опять развиваются. Чё они какие все? Ну блин. Ты какой? Дэшечка? Да? Да не, наверное. Больше даже? Не, в принципе, да, наверное. Четвертый с половиной, всё. Давай дальше. Да блин. Читай. У меня такое же платье. Ну, для него нужна такая же грудь. Я ват напихаю. Читай, давай. Итак, Семян, где же ты был? Яу. Придумать другое оправдание? Ну, давай. Сейчас, конечно, он такой мастер придумал, не знаю, что он сейчас наплетёт. Я гулял. Один? Да. Ладно, не столь важно, где ты был. Главное, почему не пришёл на дискотеку? Ну, знаете, честно говоря, я не люблю танцевать. Я понимаю, если бы она спросила, почему ты не пришёл помочь в библиотеку? Почему ты наплёл медсестре, что помогаешь мне? Она спрашивает про дискотеку, когда это само, как бы сказать, добровольное посещение. Ну, вообще, это добровольно-принудительное. Ну, блин, я не знаю. Это официальный танец должен быть быть. У меня вот тут вот ещё всё. Ну, и что? Это же общелагерное мероприятие, а значит, на нём должны присутствовать все пионеры. Она внимательно подстреляла на меня. В крайнем случае, посидел бы в сторонке. Извините, я вздохну. Ладно. Смягчилась вожатая. А теперь быстро спать. Она при нём переодеваться сейчас будет, да? Может, это сорочка? Это всё обошлось. Хорошая сорочка тогда, я тебе сказал. Я долго ворочался, и сон никак не шёл. Глубы крутились в мысли о музыке, гитаре и Алисе. Вообще, если посмотреть, то у неё получается это платье ещё и без лифчика. Вот она совращает малолетних пионеров своим видом. Может, это не лифчик без лёмок наверх, а просто боковое сзади. Ну, что, подумаешь, такие были в то время? Почему бы и нет? Ну, не знаю. Интересно, смог бы я стать профессиональным музыкантом? И так, как ушли, мне хочется им стать. Хотя, что вдруг хочется? Конечно, весело было бы, но не более того. Или можешь сидеть и ловались? Она ведь правда, как энергетический вампир. Все соки высосит, почистую. Вскоре глаза начали закрываться, через некоторое время я провалился в сон. Наконец-то, молодец! Ура! Нету долгих раздумий перед сном. Тебе их лень читать? Да, они придумывают порой. Он вроде говорит, дело надо разузнать, а в итоге ничего потом не делает. То есть... Да, говорит Алиса, кажется, я ей нравлюсь, а по итогу... Я проснулся от адского зона в голове. Казалось, этот звук идет откуда-то из глубин сознания. Будильник. Однако, несколько братья себя я понял, что виной всему будильник. Странно, откуда он здесь взялся и почему стоит рядом с моей кроватью? Часы показываю полвосьмого утра. Ольга Дмитриевна, похоже, уже шла, а значит, для некой темы меня никто не заставит. Следовательно, можно еще поспать. Я закрыл глаза, но мое сознание уже переключилось в дневной режим. Получается, пора вставать. Стоит распланировать день. В конце концов, хоть сегодня необходимо, что опять вот, опять он пытается что-то выяснить. Тем не менее, в голову решительно ничего не проходило. Надо окончательно проснуться, а заодно и заняться утренним туалетом. На самом деле, мне что-то так не нравится главный герой. Он какой-то ленивый, очень прям капец какой. Такой типа, надо, но нет, нет. Сейчас не до любви, но... Нет, нет, прям, я не знаю, он какой-то вообще никакой. Мне интересно даже за ним наблюдать. Чего ты так на меня смотришь? Я не настолько ленива, как он. По дороге к маленькому я встретил Женю. Чего это ты в такой рань? А что такого? Он встроил на меня так, как будто я ей чем-то обидел. Ничего, просто спросил. Вот и иди куда шел. Как ты-то упрямил. Конечно, Женя в лучшем настроении не очень приятлива, но сегодня она казалась чересчур разлобленной. Холодная вода немного сбодрила меня, туман в голове рассеялся, а мысли начали потихоньку вставать на места. Однако меня все равно больше волновал не поиск ответов, а то, как бы за завтраком занять место получше. Я почти зубы уже собирался уходить, как вдруг с тренгусов донес стихий шорох. Наверное, белка или еще какой-то зверек. Шорох раздался вновь, но уже чуть дальше. Я прошел десятых метров по лесной тропинке в поисках источника звука. Но никого, ничего найти не удалось, лишь утренний лес вокруг такой, каким он и должен быть. Это, скорее всего, была эта кошечка. Неку. Ой, сейчас таратурить же надо. Я вернулся назад, а около умывальников увидел Меку, которая что-то осмотрела в траве. Заметив меня, она оживилась, улыбнулась и подскочила ко мне. Ой, привет, доброе утро, а я тут, знаешь, зубной порошок рассыпал, вот теперь собрать пытаюсь. Покрытая росой трава этому явно не способствовала. А ты уверен, что это хорошая идея? Ну как же, как же, у меня ведь больше нет, это был последний. Меку надуло губки, как ребенок, у которого отняли любимую игрушку. Возьми мой. Сказал я и полез в пакет, который лежал рядом с умывальником. Но порошка там не оказалось. Странно, ведь я только что его туда положил. Отошел буквально на минутку, а он исчез. Слушай, похоже, я его забыл. Не хотелось ей говорить о том, что он просто пропал. Зная впечатление с этой девочкой, может предположить, что исчезающие средства Гена могут вызвать у нее такую бурю эмоций, что мой мозг уйдет на перезагрузку и во избежание перегрева. Ладно, я пойду тогда. Да, конечно, ты заходи к нам. Ну, то есть ко мне. Я же пока одна в музыкальном клубе. Но мы, то есть я, будем тебе всегда. Голос Меку растворя... Чего он какой-то... Убегает просто. Растворился от свежеследнего утра далеко позади меня. Да я говорю, он вообще какой-то непокойный. Вернувшись в домик вожатой, я достал мобильник и выстрелил на индикатор батареи. Судя по всему, жить ему осталось не более суток. Конечно, здесь он мне особо не поможет, но все же. А найти в 80-х годах зарядку от сотового телефона почти то же самое, что и изобрести его. Несмотря ни на что, утро было прекрасно. Отнес бы к электронику и к Шурику, а не придумали. Яркое солнце освещало засеринги этого времени и пространство пионер-лагерь совенок. Согревало его обитателя и передавало им силы принести это день с пользой. Или в моем случае угробить его на тщательные попытки найти разгадку всего происходящее. Да он за четыре дня вообще ничего не сделал просто разгадку. Пожирал, походил, поел. У столовой было... Но он помылся хотя бы. Ну, правда, не описывают, как он в туалет ходит. Может, он до сих пор в себе копит, я не знаю. Необычайно многолюдно. Конечно, завтрак, обед, ужин, местные питатели спешили, как на пожар. Но зачем уже толпиться в дверях? Он котик. Они тоже спят, кушают, ходят в туалет. Гуляют. Я подошел поближе и попытался знать, что происходит. На пороге казалось, собрался весь лагерь. И все знакомые мне девочки, Ольги Дмитриевны и Электроник, они что-то оживленно обсуждали. Я подошел поближе. О, Семен, ты не видел сегодня Шурика? Нет, а что такое? Мы его с утра не можем найти. Счастное, не пионеров, это что-то новенькое. Алло, пионер. Пионер вожатая, давай. Но вчера же он был с тобой. Чего? Ты что, тетка? Да, обращался к Электронику. Был. А утром ты проснулся, а его нет? Нет. Дима, они просто в одной комнате живут. Мальчики живут с мальчиками, девочки с девочками. А, Семен с пионер вожатой. Все живут нормально, а Семен с пионер вожатой. И почему ты сразу не пришел ко мне? Ну, я подумал, может он раньше проснулся и умываться пошел или еще куда. Ну, вообще логично. А он вчера ничего такого не говорил? Разговоры мешал Ислай. Например? Что собирается куда-то, например? Э, нет. А что такого страшного-то произошло? Время только 9 утра, а может он прогуляться решил. Ты не знаешь Шурика? Она серьезно посмотрела на меня. Не знаю, это верно. Но в то же время ничего подозрить, но в этой ситуации я не видел. Ладно, не будем паниковать. Наверное, найдется. Это, наверное, Женек. Она с утра же была расстроенная, смотри. Видимо, они с Шуриком с утра что-то побазарили, расстроились и... Все, потерялся. Запошел парень. Чтобы он пропустил завтрак! Усмехнулась Ульянка. Точно, пора уже и есть идти. Пионеры зашли в столовую. Убирать, куда приткнуться, мне опять не пришлось. Единственные свободные места оказались за столом Алины. Алины, Алины, Алины! Кто такая Алина? Я соединил Алину. Дима, кто такая Алина? Алиса и Ульяна вместе, Алина. Да, да, да. Алиса и Ульяна. Понятно, Алины какие-то. Садись! Она показала на стол, а прикинь, их скрестить. Течок горох, чтобы не скрещивать. Прикинь, какой убойный будет. Злючка, так еще и энергайзер. Тебе нужны такие проблемы. Злой энергайзер. Зачем? Она показала на стол рядом с собой. Я сел. Может, тоже возьмешь еду? Точно! Об этом я не подумал как-то. Ой, дура. Завтрак вроде бы... Он пришел в столовую поедет, а не взял еду. Да. Как выглядело, будто аппетитнее. Может быть, просто очень хотелось есть? Ой, я еще удивляюсь с логикой Валиси. У него не хватает ума, чтобы еду-то взять в столовой. Мне кажется, он просто хотел подкатить к девчонкам и занять место. А может, я пытаюсь побыстрее покончить с ним, чтобы не нарваться на черную Ленкину выход. Пойдешь сегодня с нами на пляж? Когда? После завтрака. Вообще говоря, развлечения сегодня не входили в мои планы. Но ты все равно на них пойдешь, а? Но в то же время, о чем бы час-два не поваляться на солнышке и подумать? Пойду. Почему? И нет. Вот и отлично. Алиса такая сидит, она мило улыбнулась. Опять не больше что-нибудь, замышляешь? Нет, ты что? Уля, она замахала. То есть они сейчас вдвоем сговорились, чтобы его подгадить и сделать так, как будто он Калисий пристал, мне кажется. Помнишь, они же угрожали? Ничего. Ну, так Улянка-то проиграла, и она угроза обещала, что его типа подстроят. Ну и пускай, мне не жалко его, он какой-то неинтересный. Наверняка. Ох, мольнулась. Вот, вот, вот. Она такая. Я внимательно посмотрел на Алису и тут же вспомнил вчерашний вечер. Ее странное поведение, нашу ссору. Но сейчас она оказалась такой же, как всегда. Может, и не стоит тогда ничего говорить? Хотя, наверное, я и не собирался. В конце концов, Заня, в предстоящей перестал оказаться чем-то действительно необычным, как будто мне все это приснилось. А что он ей может сказать? Притом еще при... В этих лишних людях? Я сейчас говорю тебе, Альф. При пионерах? Типа, давай обсудим. Мы вчера с тобой побрянькали на гитаре, потом ты этого с Баней, мы с тобой рядом с Баней поссорились, потом там еще это... Нет, знаешь, что он мог сказать? Он мог бы продолжить. Она спрашивала, что, если что? Он бы мог сказать, типа, такой, ты очень милая, когда не злишься. Ах, ну классно. Как раз в столовой, где куча пионеров. И рядом Ульяна, который бы заорал, а ему нравится Алиса. Да, Дуачевская нашла парня. Типа, ну что? Прикинь, как бы она смутилась и закраснела в такой ситуации. Просто. Ну он же не дурак. Он вообще какой-то... Хотя, в принципе, странный вопрос. А вот и нет. Я склонен с ней согласиться. Да никто и не сомневался. Глянка взяла под нос грязной посуды и встала. Приятного аппетита. Она сказала так, что я полностью уверился в том, что ничего хорошего сегодня на пляже меня не ждет. Мы остались наедине с Алисой. Что же он будет делать? Не щупать ее. Скажет, что он с ними не пойдет. Знаешь, я сижу, наверное, с вами. О, дебил. Он меня бесит. Поменяйте персонажу, пожалуйста. Просто это он вруте с Алисой почему-то тупой. А вруте со Славей он нормальный был, да? Да он хотя бы там адекватно себя вел. Потанцевал с ней, пообщался. Как-то, я не знаю, развивались отношения. А тут... А тут он дебил. Что поделать? А тут, а что так? Давай. А что так? Ну, дела кое-какие. И что же у тебя за дела? Она сгонул меня в глаза так, что я не нашел, что соврать. Ай, ну у меня и плавок даже нет. Надень твои. Думаешь, они на меня налезут? А ты попробуй. Вот это предложение девушке свою нижнюю бедную мужскую цепь дать. Наверное, не стоит. Да ты не бойся. Найдем мы тебе плавки. От этой фразы страх мой только у тебя съест, но она сейчас в домик и типа разденет. Подожди меня возле столовой, я вернусь через пару минут. Ладно. В конце концов, ничего такого в том, что просто ее дождаться нет. Да-да-да-да. Закончив завтрак, я вышел на улицу и все наступил. Да, все нормально будет. Вот спорим, они что-нибудь с ним сделают и подстроят что-нибудь. На что поспорим? На шоколадку. Я тебе шоколадку, ты мне творог писал и играл. Ну я опять задолжаю. Все, мы поспорили. Нет. Все слышали спор. Да мы не спорили. Да мы поспорим. Нет. Да мы поспорим, что они что-нибудь делают. Знаешь, как моя бабушка говорила? Кто не спорит, тот говна не стоит. Вот видишь? Ты сама предложила поспорить. А бабушка на самом деле качает. Ты сама предложила сначала поспорить. На что? Ладно. Мимо меня один за другим проходили пионеры, спешащие по своим делам. Никто не останавливался. Никто даже не смотрел в мою сторону. Кажется, они совсем считали меня чужаком, а напротив, обычным подросткам их возраста можно сказать своим товарищам. Я поймал себя на мысли, что я сам начал вспоминать этот лагерь и всех его обитателей уже не с такой обостроенной настороженностью, как в первый день. Алиса действительно вернулась через пару минут. Готов? К чему? Она притянула у меня плавки. Хотя плавками это назвать было сложно. Больше они походили на разовые семейные трусы, украшенные мамочками и цветами. Почему у меня вспомнился волк из-за ну погоди. Мне кажется, она не свои трусы принесла, а просто прикольнуться решила. Ой. Точнее, ими являлись. Страшно спросить, откуда ты это взяла. А что, боишься их надеть? Да как-то знаешь, не имея никакого желания. Ее прикол я оценил, но совершенно не собирался устроить себя на посмешище. Надевай! Прям тут, грубо сказала она. Почему бы тебе их не примерить вместо меня? Мне кажется, цвет от этого бикини прекрасно оттеняет твои глаза. Давай на спор. Спорить с ней у меня не было ни малейшего желания. Нет, спасибо. Короче, либо ты идешь на пляж в этом, либо плаваешь голым. Если все тщательно взвесить, ты второй вариант, мне кажется, даже лучше первого. Я думала, он стесняется. Ну ладно, может у него там... Я вообще уже не планирую никуда идти. Тогда и всем расскажи, что ты подбросил мне эти трусы. Вот, видишь, а? И зачем нет? А мне откуда знать? Она разохоталась. Дальше спортсалисово совсем не хотелось, поэтому я решил все же... Ну и сказала бы, что подбросил. И чё? И чё бы от этого случилось? Трусы вообще не его. Мне кажется, Ольга Дмитриевна знает, какая у него есть одежда. Конечно, она каждую ночь встает такая, так, одеялко стягивает и смотрит, какие на нём трусы. Да. Конечно, не в этих гламурных плавках. Ладно, приду минут через десять. И не опаздывай. Сказав это, он убежал. И он придёт голым, прикинь. И такой перед теми будет бегать. Я популялся к домику ажатой, чтобы взять полотенце и заодно помыться, попытаться ещё не потерпеть плавки. А может, Ольге Дмитриевне спросить? Да, в комнате меня ждала Ольга Дмитриевна. Семён, а ещё реки ничего не слышно? Ровно столько же, сколько полчаса назад. Я подошёл к своей кровати и взял полотенце. Куда ты собираешься? Да на пляж. А, подожди, у тебя есть плавки? А то ты же вроде без вещей приехал. Её не смущает то, что к ней очень, ну, приехал без вещей? Ну, странно, что этот факт не делая при эрфер встрече. Нет. А в чём пойдёшь? Действительно, а в чём? Не знаю. Сейчас, подожди. Шурик всё равно потерялся, я его плавки отдам. А тут ещё с бананчиками какими-нибудь, с обезьянками будут трусики. Жёлтенькие, да? Она подошла к шкафу и открыла ключом запертый ящик. На её него жатву в руках были обычные мужские плавки чёрного. Ого. И откуда они у неё взялись? Так ты не первый пионер в её окрёмной терпе. А главное, зачем? Хотя, может, кто-то из прошлой смены забыл, мало ли. Учитывая сестрон цвета лагеря, в ней эти мужские плавки в комнате Ольги Дмитриевны, это ещё не самое удивительное. Спасибо. Павки были как раз моего размера. Прям при ней. Я перейдился за домик... А, и пошёл на пляж. Не, ну попросите, просто отверните, пожалуйста, зачем за домик выходить. Там уже собралось много пионеров, но и... Чтобы за домиком увидела Алиса, Ульяна, Славя и Лена. Но из знакомых только Алиса и Ульяна. Иди к нам! Я подошёл и сел рядом с ними на песок. Смотрю. Ты нашёл получше? Она стрелась на мои плавки и хитро улыбнулась. Как видишь. Пойдём плавать! Не хочется что-то. Может, попозже. Я не был бы большим любителем купаться. Ну, как знаешь. Говорит человек, который недавно ночью купался вместе с Алисой. Вот тут что за логика у него? Девочки убежали. Дим, я купальник такой же хочу. Как у Ли... Как у Лианки. Нет, как у Алисы. Как у Лианки. Нет, как у Алисы. Как у Лианки. Ой, здесь. Вот такой вот. Да согласилась. Да нет, как у Алисы. Мышка стояла, да, у Лианки. Да ну, тут же ж всё видно. Что не устраивает? Девочки убежали к воде. Осталось ли, правда, не добиться, если они вообще её знают. Попытаться уйти отсюда. Так куда? Недалеко ли я уйду пешком, при том, что даже не знаю, где точно нахожусь. Получается, что мне остается только ждать. Через некоторое время девочка вернулась. У Лианки что-то держат. Смотри. Я поднял глаза и увидел рак. Вот смотри. Они же учатся в лагере, так? Они отдыхают в лагере. Это пионеры. То есть они, получается, дети. Ну да. Сколько ей лет? Кому? Алисе. Лет шестнадцать. Шестнадцать лет? Да, да. И у неё форма и вид лучше, чем у тебя. Ну, что поделать. Ладно, давай дальше. Ну, спасибо, да, комплекса с попой мне ещё не хватало. Смотри, у Лианки даже попа ничего так... Я не поняла, ты сейчас специально... Ну, а чего? Просто смотри. А она так легла, что у неё даже горы, смотри, как упирает. Я тоже могу так лечь. Ну, у тебя нет рака в руках. Ладно, я пошучу потом по поводу рака. У Лианки легла рядом и принялась его мучить. Ракурс классный, да? Так вот ещё выбрать. Да ты специально, да? Я не могу понять, тебя не устраивает моя попа? Всё, меня устраивает. Лианка легла рядом и принялась его мучить. У меня такая же. Бедное животное в покое. Да как нет-то? Да. Такая же. Читай. Один в один. Чит. Да. Я не думаю, что подписчикам интересно узнать, какая у тебя попа. Ты что? Это же рак. Ну и что, что рак? Он тоже имеет право на жизнь. Вот сейчас я ему клешни отрываю, а потом попрошу повариху его сварить на ужин. Как будто больше есть нечего. Я бы странно лис. Раки вкусные, ты ел рак? Похоже, у Лианкины забавы с бедным членостоногими её совсем не интересовали. Хоть ты ей скажи. А что такого? Она же рак? Она же... Так ему и надо. Кажется, эти девочки прогуливали уроки природоведения в начальных классах. И бережное отношение кружочной среде им было чуждо. Отдай. Я выхватил рак у Лианки. Да ради бога. Меня немного удивилось, что она не стала сопротивляться. Я обстрел в глаза бедному животному. Они совершенно ничего не выражали. Но думаю, если бы он умел разговаривать, то обязательно возмутился бы. Возможно, даже сослался бы на конвенцию о на правых человек. Правда, неверен, что это бы помогло. Я отнес рак к лике и отпустил на воду. Ничего. Еще наловлю. Тут их много. Сказал Ульян. Кто бы сомневался. Проматал я себе под нос. И что? Это все его времяпровождение на пляже? Как десла, где десла? Незаметно меня размалил. А не шурик лично, вер? Я задремал. Не помню, что мне снилось. Здесь не сообщено. Незаметно проснулся я от того, что в тот раз меня за плечо. Без трусов лежит. А ты говоришь, купальников нету задней. Что это за совращение малолетних? Так нельзя. Надо мной стояла Ольга Дмит... О, да не. Да блин. Да... Тоже поплавать пришли? Спросилась про Соню. Нет. Да что? Да что это? Да блин. Можно? Да. То есть она в таком купальнике пришла на пляж, чтобы не поплавать. Да ты посмотри, она сейчас как поплывет, у нее все наверх. Блин, как буйки всплывет. Читай. Уже обед скоро, а мы Шурика все еще не можем найти. Она что, его сичками привлечь пытается, что ли? Как? Сказала вожатая, стоящая передо мной в мокром купальнике. Мда. Она его на дне искала? Хочу, чтобы ты поискал его. А что, кроме меня в лагере больше пионеров нет? Я искренне возмутился. С каждым разом становится понятнее, что ли Дмитриевна держит меня за посыльного сунца Мираба. Или наоборот. Че ей пуза такая? Я не могу. Че ей не могли? Она вообще, блин, она вожатая. Че за купальник она себе нашла? Простыню какой-то обмотала с кольцом? Что есть такое? Ну что, не порвался ее? Разве я пришла к тебе? Я, значит, хочу, чтобы ты мне помог. Почему же именно ко мне, а? Однако, подумав, я решил согласиться. В конце концов, плечи и вся спина сильно обгорели на солнце во время сна. А поиски Шурика, возможно, позволят получше познакомиться с теми местами лагеря, где бы в этом еще не доводилось. Ладно. В плавках идти не комильфо, поэтому сначала надо было переодеться. Все, к концу игры у меня появится один большой огромный комплекс. Я стоял на пороге домика Ольга Дмитриевна и думал, как куда пойти. А в Некопаре... А, ладно, у них там нормальный размер. Что, на лодочную станцию пойдем? Честно, так бы я бы пошел куда-нибудь в лес. А, подожди, можно вообще в домик уйти? Да? Да. Так это домик наш и Ольги Дмитриевны. Да, типа на все и все. Не, пошли на лодочную станцию. Пошли. Может, Шурика захотелось пособирать камни воды. В крайнем случае я найду там его хладный труп. Впрочем, до такого дойти не должно. Я проходил по площади, какой-то кто-то меня откликнул. Подожди! Алиса подошла и улыбнулась. Сейчас она что-то сделает. Я сразу почуял подвох. Куда путь держишь? Шурика ищу. Ольга Дмитриевна попросила. И как? Интересно? Она пристально посмотрела мне в глаза, из-за чего я смутился и отвергал взгляд. Да не то чтобы очень, но человек все-таки пропал. Ну, ты же не будешь впадать в панику из-за такой мелочи. Ты о чем? Прошло всего несколько часов. Может, загулял? Конечно, я был согласен с ней, но вида не подал. Да, верно. Ну, всякое может быть. Давай я тебе помогу. Эээ, чем это? Я насторожился. Шурика искать. Да я и сам бы. Да брось ты. Она опять как-то недобро улыбнулась. Нет, улыбка была вполне милая, но мне почему-то упорно казалось, что ничего хорошего за ней не скрывается. Но если ты настаиваешь... Пока что я не мог понять, что она замышляет. А веской причины для отказа не находилась. Только сначала мне надо домой забежать. Взять кое-что. Хорошо, я подожду. Да? Что ты стоять будешь? Пойдем со мной. Ладно. Мы подошли к домику Алисы. Он бы походил на все остальные домики пионеров, если бы не веселые Роджер на двери. Кстати, моя соседка Ульянка. Окей. Рок-концерт. Мы зашли. Все, заканчиваем эту серию. Вот смотрите, она сама согласилась. Нет. Да, конечно. Дальше продолжаем. Никто не видел, что я соглашалась. А дальше продолжаем, читаем. Время, да? Ладно. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилась эта серия. В следующей я прям угадываю, что нас в домике закроют и насиловать начнут. Нет, она насиловать не будет. Просто закроют и морально его изнасиловать. Вот морально изнасиловать, да. Там котенок мяу. Да. Всем спасибо. Ой, гав. Мяу-гав. Гав-гав, да. Да, всем спасибо за просмотр. Не забудьте поджать видео лайками, комментариями, предложениями. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, на канал. И всем до скорых встреч. Пока-пока. Ну? Гав? Ну, мне бы сказать пока, народу.